КИНОТЕАТР А уровень режиссуры и закладываемые бюджеты давно сравнимы с самыми кассовыми и громкими кинорелизами. 2014 год не станет исключением. Мы подготовили для вас список из 10 самых перспективных анимационных премьер, которые точно заслуживают вашего внимания. Она украла волшебную пыльцу. Без неё мы не сможем летать. Нам надо её вернуть. Пираты? Может, это добрые пираты? Как же! Фии — маленькие существа, наделённые волшебными способностями. Естественно, многие из них непоседливы и притягивают к себе неприятности, которые всегда оборачиваются многочисленными приключениями. В этот раз они попадут на остров пиратов, далеко от своего дома, так как их подруга помогла морским разбойникам украсть волшебную пыльцу. В погоне за разоблачением коварных замыслов они попадут в пучину событий с непредвиденными последствиями. Ежегодно компания Disney представляет как минимум один мультфильм, который привносит неповторимую толику положительных эмоций. Так сложилось, что именно они в последние годы дарят детям и взрослым сказку, оборачивая это всё в точно выверенную концентрацию юмора, ярких красок и чувства причастности ко всему происходящему на экране. Ещё одним поводом обратить внимание на «Феи. Загадка пиратского острова» стала режиссёр Пегги Холмс, отлично зарекомендовавшая себя в «Феи. Тайна зимнего леса», «Русалочка. Начало истории Ариэль» и «Микки. И снова под Рождество». Кажется, я стала «Феи животных». Два закадычных друга, Бел Козлюк и крысёнок Бадди, всегда мечтали только об одном — чтобы было много еды. Они не раз предпринимали попытки раздобыть побольше горячо любимых орехов, но в силу обстоятельств оставались ни с чем. Совершенно случайно им на пути попадается магазин орехов. Почувствовав, что удача наконец повернулась к ним лицом, они решаются на самое масштабное дело в своей жизни — ограбление. В погоне за несметными ореховыми богатствами они собирают свою команду из 13 друзей Оушена. Гениальный план, многочисленные ловушки и необычные замыслы хозяев магазинов вносят свои коррективы. Они не просто продают орехи, а пытаются ограбить соседний банк, заменив мешки денег на аналогичные с орехами. Что в итоге получится, будем смотреть в кино. Сейчас можно гарантировать только одно — море отличного юмора и максимум сюжетных поворотов. За сценарий отвечают Лорн Кэмерон, Питер Лепенеотис и Дэниел Ву. У них за плечами опыт работы над схожими проектами, и это, как всегда, внушает доверие. Среди актеров сплошь звезды дубляжа и необычных сценических образов — Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Брэндон Фрейзер, Лиэм Ниссон и многие другие. Трейлеры The Lego Movie с середины 2013 года появлялись повсюду, наверное, чаще всех остальных. Нас уверенно вели к мысли, что это будет нечто особенное, и в общем-то это правда. Режиссерами стали Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие «Облачно 2», «Месть ГМО» и культовый ситком последних лет «Как я встретил вашу маму». Миллер также успел поработать над первой частью «Облачно возможной осадки в виде фрикаделек». Главные роли исполнят Крис Претт, Уилл Феррелл, Элизабет Бэнкс и многие другие. Сюжет расскажет о самой обычной лего-фигурке, которую принимают за спасителя всего мира. Именно он, совместно с другими хорошо известными персонажами лего, пойдет против воли диктатора Лорда Бизнеса, желающего поработить и склеить всю вселенную. Отличительными чертами станут визуальная картинка, неплохо поставленный юмор, а также море всем знакомых героев. Нам уже сейчас стоит готовиться к появлению Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Русалочки, Зеленого Ниндзя, Микеланджело из Черепашек-Ниндзя, Гэндальфа и многих других. Мы лично заранее отложили деньги на поход в кино. Такое точно пропустить нельзя. Эй, чувачок, не хочу расстраивать, но тебя здесь быть не должно. Боюсь, мне придется настучать на... Но справитесь ли вы с трудностями воспитания человеческого ребенка? Учитывая все мои достижения, думаю, я справлюсь. Хорошо. Раз мальчик может взять на воспитание собаку, значит и собака может воспитать мальчика. 6 марта на широкие экраны нашей страны выходит новый анимационный проект от создателей «Как приручить дракона», «Мадагаскар» и «Шрек», а также одного из режиссеров «Короля льва». История поведает нам о мистере Пибоди, бизнесмене, изобретателе, ученом, нобелевском лауреате, гурмане, двукратном олимпийском чемпионе и гении, который, кроме всего прочего, является собакой. В один прекрасный день он решает взять на себя ответственность отцовства и усыновляет мальчика по имени Шерман. Параллельно с этим он создает самую настоящую машину времени, благодаря которой они становятся свидетелями самых важных исторических событий во всех временных эпохах. Шерман – ребенок, и одно путешествие без пересмотра может обернуться крахом всех основ современного мира, а мистеру Пибоди придется исправить все допущенные промахи, одновременно с этим постаравшись стать ему настоящим отцом. Первое, что приходит в голову при просмотре трейлера – это масштабность. Привычный стиль современных мультфильмов будет сохранен, но при этом прибавится множество дополнительных и явно идущих картине на пользу моментов. Именитые создатели, работавшие над самыми успешными мультипликационными фильмами последних лет, точно знают, как сделать все наилучшим образом. Да и актерский состав тоже будет не на последнем месте. Стэнли Туччи, Эрель Винтер, Лесли Манн и Элисон Дженни. В этом году птицы вернутся и вновь отправятся на поиски новых приключений. Голубчик, Жемчужинка и трое их детей присытятся жизнью в Бразилии, решив вернуться к истокам в джунгли реки Амазонки. Кроме новых знакомств, великолепной природы и кучи перспектив впереди, они получают и реалии жизни в дикой природе, не похожей на уютные стены родного дома. 20 марта на больших экранах стартует сиквел одного из самых успешных мультипликационных проектов последних лет – «Рио 2». За создание, как и раньше, отвечает Blue Sky Studios. А в качестве режиссера был приглашен Карлос Салдане, отметившийся в аналогичной роли в первой части «Рио», а также в трех частях «Ледникового периода». Актерский состав не претерпел изменений, и это уже знакомые нам Энн Хэтауэй, Амандла Стенберг, Лесли Манн, Кристин Ченовит и многие другие. В русском дубляже главные роли будут озвучивать Татьяна Шилина и Павел Деревенко. В итоге мы должны получить очередной яркий и запоминающийся шедевр, легко собирающий миллионы долларов в прокате. У первой части поклонников было более чем достаточно, а за плечами создателей не один успешный проект в схожих жанрах. Смотреть точно стоит, без сомнений это будет самая запоминающаяся премьера весны 2014 года. 3 апреля в прокат выходит новая работа от создателей мультфильма «Замбезия». Первый блин оказался комом и получил относительно низкие оценки как от прессы, так и от зрителей. В этот раз режиссер Энтони Сильверстон пообещал учесть недостатки, сделав все на совершенно новом уровне. Сюжет будет развиваться вокруг молодой зебры по имени Кумба. Ей повезло родиться лишь наполовину полосатой, а сородичи, посчитав это плохим знаком, вынудили ее уйти из табуна во время необъяснимой засухи. Но Кумба не сдалась и отправилась на поиски недостающих полос, ведь наверняка где-то они все-таки есть. Забавная история, верные друзья, приятная глазу картинка и неплохая постановка, если не выделят Кумбу из общего числа релизов, то смогут как минимум стать билетом в жизнь. Надеемся, во второй раз все получится действительно так, как было задумано авторами. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что произошло с изумрудным городом и страной Оз после того, как отгремели главные события, описанные в произведении Лаймана Фрэнка Баума? Правнук великого писателя Роджер С. Баум задумывался, и именно его книга получит анимационную экранизацию в этом году. Старт проката намечен на 8 мая, а за реализацию отвечают сразу два режиссера — Уилл Финн и Дэн Сен-Пьер. Каждый из них принимал участие в создании достаточно громких анимационных проектов, среди которых «Дорога на Эльдорадо», «Не бей копытом» и «Подводная братва». Нам предложат историю, которая произошла с девочкой Дороти после возвращения в страну Оз. Она обнаруживает, что ее друзья, страшила, железный дровосек и лев пропали. На ее пути появится много новых героев и мест, не попавших на страницы оригинального произведения. А это значит, что приключения только начинаются. Создатели обещают, что оригинальная история должна получить новый виток. Правда, если судить по трейлерам, то общий уровень реализации вызывает больше вопросов, чем ответов. Причем это касается как подачи сюжета, так и уровня исполнения визуальной части. Будем рады ошибиться, перспективы есть, ведь не каждый день мы видим экранизацию продолжения самых любимых историй из детства. Готов? Круто! Еще один сиквел постучится в двери российских кинотеатров 12 июня этого года. Второй раз зрителям предложат историю о том, как приручить дракона. С момента событий первой части прошло пять лет. Драконы и люди живут в мире и согласии, а Икинг и Беззубик путешествуют по окрестным морям и землям, составляя карты ранее неизвестных мест. В один прекрасный день они находят тайную ледяную пещеру, в которой живут сотни ранее неизвестных видов драконов. Там же они встречаются с незнакомым всадником, который втягивает их в битву, в результате которой решится судьба всего мира. За создание, как и раньше, ответственны специалисты из DreamWorks. Кресло режиссера тоже не поменяло своего владельца. В нем по-прежнему находится Дин де Блуа. Интересно, что уже несколько лет идет работа сразу и над третьей частью мультфильма, которая должна увидеть свет в 2016 году. Ведь иеватости сюжета ждать не приходится. Но DreamWorks Animation всегда умели сделать так, что хотелось верить в каждого из героев и во все происходящее на экране. В этот раз точно будет не хуже. Полюбившиеся герои вернутся, чтобы поведать нам о своих новых приключениях. Обычно у детей есть мама. У некоторых есть папа. У некоторых есть папа и еще один папа. Иногда нет папы, но есть две мамы. А иногда есть и мама, и папа, и еще бабушка, дедушка, тетя в странной шляпе дворецкие, и два дяди, которые все время едят пахучий сыр. Бесподобно. Какой роват. А бывает так, что нет никого. Где могут жить монстры? Ответ на этот вопрос дал Алан Сноу в своем романе, анимационная экранизация которого поступит в прокат 23 октября 2014 года. Своеобразная подача и реализация сюжетных идей были главным критерием при создании. Стилистическое оформление наглядно демонстрирует, что авторы хотели передать определенный тип атмосферы, больше присущий работам Тима Бертона. Режиссерами были выбраны Грэхом Эннабелл и Энтони Стачи. Последний успел принять участие в создании мультипликационной комедии «Сезон охоты». История рассказывает о городе Чизбридж. Его жители верят, что в недрах канализации живут тролли, которые каждую ночь выходят на поверхность. Они воруют детей и сыр, их самое любимое лакомство, как все думают. Но правда оказывается где-то посередине, так как монстры и правда существуют, но они не такие злобные, как принято считать. Семейка монстров — главная надежда этого года на самую нестандартную и глубокую подачу в анимационном жанре. Такие фразы редко звучат по отношению к мультфильмам, и это как раз тот случай, когда премьеру пропустить нельзя. Причем неважно, какого вы возраста. Закрывает наш топ новая громкая премьера от российских мультипликаторов — «Снежный король». В 2012 году под чутким руководством Алексея Цицилина в мировой прокат вышел добротный анимационный ремейк «Снежной королевы». В тот момент стало понятно, что возможность оживить всем хорошо известную историю не была упущена, а уровень исполнения был близок к крупным западным проектам. В этом году на суд зрителей представят продолжение истории, где главным героем станет тролль Орм. После победы над «Снежной королевой» он вернется в родной город. Работа простого углекопа тяжела, и он решается пойти на ложь, чтобы добиться руки принцессы и занять королевский трон. Но с каждым словом неправды «Снежный король» становится только сильнее. В России выходит не так много добротных мультфильмов, а у создателей данного произведения, как мы считаем, есть как минимум небольшой кредит доверия. Мы верим, что и в этот раз у «Снежного короля» все получится. Что ж, друзья, для любителей мультипликации в этом году вопрос, на что пойти, уже решен. Каждый найдет для себя нечто интересное, а возраст — это лишь условность. Главное — просто любить хорошие и добрые истории. Ведь сказок много не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова